В том числе и так съезжались на встречу с бойцами отряда специального назначения «Ермак» люди, которые проявили неравнодушие и оказали помощь бойцам-сибирякам. Помощь эта была самая разная. Не только конфеты, шоколад и медикаменты, но и просто моральная поддержка. Все, кто проявил такое участие, пригласили в расположение отряда. Самых лучших друзей спецназовцев наградили. А слова благодарности прозвучали уже от участников боевых действий. Спецназовцы высоко ценят вашу помощь и поддержку, которая придает нам уверенности и сил в борьбе за правое дело. Мы выполним все поставленные задачи и непременно вернемся домой. На плацу почтили память погибших боевых товарищей, в том числе павших уже при выполнении спецопераций. Возложили цветы к мемориалу. Те эмоции и слова, что накопились в душе, некоторые участники высказали прямо на митинге. Искренне, искренне, от всего сердца желаю, чтобы все ваши товарищи вернулись живыми, здоровыми и счастливыми. Чтобы вы здесь их встретили с большой радостью. Вот, от всего сердца. Мне нечего больше сказать. Писатели, у нас своя работа. У вас другая работа. Акция, в которой приняли участие воспитанники кадетских классов, представители центра «Семья и дети», ветераны спецподразделений, называется «Народ и армия едины, своих не бросаем». И здесь это единение точно прослеживалось. Вы, как и наши деды, как наши прадеды, защищаете не только Россию, не только русский мир, не только наше право думать и говорить по-русски. Вы, как и наши деды, защищаете весь мир от нацизма. Если вдруг постучится беда, на заре затрагнется от взрывов земля, позовет нас Ермак, как бывало не раз. Атаман-казакон поведет свой спецназ. Сами спецназовцы отряда Ермак особо ни в чем не нуждаются. Служба тыла, говорят, работает отменно. А вот гражданскому населению помогать надо, отмечают бойцы. И своими комплектами сухпайков, которые они уже раздавали людям, ситуацию не спасти. Вместе с центром «Семья и дети», которые общественная организация активно принимает участие. И сейчас мы готовим подарки для детей Донбасса к первому июню, Дню защиты детей. У нас послезавтра планируется отправка гуманитарного груза. И именно тепло из Сибири, которое мы соберем, мы хотели бы передать туда ребятам. А эта встреча закончилась видеообращением к бойцам, записанным на фоне 50-метрового триколора, который сообща удалось растянуть над плацом. Росгвардейцы считают, что подобные встречи надо проводить на регулярной основе.